всем привет друзья с вами конечно же aquaman и сегодня мы будем делать доброе тепло да да вы не ослышались доброе тепло сейчас по ходу дела буду все вам объяснять на самом-то деле нагреватели у меня еще в закромах есть идеи и я не отстану от них пока эту тему мы вдоль и поперек не изъездим поэтому уж извиняйте кстати можете в плейлисте посмотреть есть плейлист на канале нагрев и охлаждение называется ну а мы начинаем и так мы уже что-то подобное делали но сама технология нагрева здесь будет разительно отличаться от прошлых нескольких наших попыток создать нагревательное устройство и так мне понадобится в качестве корпуса это заглушка для полипропиленовой трубы которую я засверливаю для того чтобы продеть туда шнур питания на самом-то деле здесь не будет вообще никакого блока питания ни на 12 вольт не какого-то другого почему потому что сразу в 220 вольт мы будем втыкать а почему мы будем сразу втыкать 220 вольт потому что мы сегодня будем использовать фрагмент теплого пола то есть это инфракрасная такая пленочка очень многофункциональная но вот беда друзья она минимальной шириной то есть длиной я бы так сказал продается полметра как вы понимаете полметра да еще и при такой мощности для маленького аквариума это будут разительные цифры то есть полметра куда это все засунуть то туда да поэтому друзья мы будем это все сворачивать сворачивать в трубочку для того чтобы поместить вот в эту самую заглушку полипропиленовой трубы но прежде чем сворачивать я припаиваю один из двух проводов к медному участку для того чтобы у меня потом подавалось туда питание здесь какой момент во первых когда паять и не перегреваете вот эту медную пластину почему потому что у вас насквозь проплавится пластик и она будет отходить это нехорошо это вообще нехорошо я вам так скажу второй момент когда вы скручиваете чтобы поместить ее в саму заглушку вы можете взять кусок фрагмент проволоки и перемотать чтобы можно было припаять ко второму концу то вторую часть провода но я припаивал без этого куска проволоки потому что скрутил предварительно припаял и все готово следующий момент да я уже сказал что минимальная длина вот этого нагревателя полметра и мы будем сворачивать в трубочку в какую-то не перегибайте друзья здесь нельзя взять палочку от чупа-чупса и наматывать на нее почему потому что внутри вот этого нагревателя находятся полосы из графита которые при слишком маленьком диаметре закругления они просто перегнутся и сломаются соответственно ничего хорошего из этого не получится поэтому друзья мотайте так чтобы ну вот она без перегибов было обратите внимание как я мотаю я честно сказать купил заглушку даже еще меньшего диаметра но туда влезала прям впритык и даже немножко торчало поэтому я решил взять все-таки заглушку побольше диаметром дальше еще момент какой по поводу индикации можно конечно припаять здесь светодиод кусок светодиодные ленты какой-нибудь с резистором к примеру да но друзья здесь на мой взгляд и так хорошо все это дело будет выглядеть почему потому что готовый корпус уже мы используем остается только лишь залить эпоксидкой и покрасить сейчас я занимаюсь тем что пытаюсь впендюрить вот эту трубку из этого теплого пола в недра нашей заготовки и останется мне залить эпоксидкой либо эпоксидным клеем и все и все ничего сложного в этом нет почему доброе тепло потому что во первых это тепло безопасное даже если здесь ничем не заливать сама вот эта графитовая полоса она находится в ламинатном каком-то пластике то есть она ламинированная и даже если вы там языком лизать будете в недрах до пыль какую-то выковыривать вас скорее всего током не ударит почему потому что все это дело находится в ламинате но проверять я бы это дело не стал и для того чтобы уж точно никто там не смог пролезть ничего проверить я еще буду заливать эпоксидкой это первый момент касательно доброго тепла второй момент это температура нагрева до максимальная температура нагрева вот этой полосы где-то от 40 до 50 градусов но с учетом того что у нас здесь толстенная оболочка будет будет прогреваться вот этот вот девайс градусов до от 30 до 40 в общем то то есть закипятить рыбу у вас вообще никак не получится в вашем аквариуме более того друзья следует помнить что чем толще корпус тем дольше будет нагреваться вся эта установка и возможно тем дольше будет потом отдавать тепло если вдруг ее выключите где можно применять вот эту технологию во первых на на аквариум и да друзья на на аквариум и малявочники куда в принципе то большой нагреватель мощный не засунешь и я единственно косячу что не проверил мощность вот этого вот нагревателя да когда-нибудь я это сделаю но сейчас я нет сейчас не буду это делать соответственно греет он максимум как я сказал 30 до 40 градусов то есть руке комфортно держать вот этот вот девайс дальше то есть помимо на мелких каких-то на на аквариумов и малявочников в это устройство можно использовать как греющий камень какую-то греющую площадку особенно если взять диаметр заглушки побольше или фрагмент трубы туда намотать залить к примеру потом сверху цементом да то у вас реально будет греющий камень с нормальной температуры прогрева и этот греющий камень можно использовать в террариумах различных полюдариумах инсектарях и прочих там где нужен какой-то локальный подогрев еще момент касаемо терморегуляции как вы понимаете здесь у нас но засунуть какой-то термо датчик никуда не получится кроме как центр но как вы опять понимаете что в центре температура поднимается быстрее чем всюду быстрее чем по поверхности вот этого девайса поэтому смысла сюда какую-то термостатную установку ставить в пиндюрить внутрь я не вижу друзья единственный момент это если у вас будет розетка с датчиком температуры которая будет выключаться при достижении определенной температуры но больше вот именно при такой конфигурации но некуда его там вообще-то засунуть следующий момент это крепежная система как уже хорошо себя зарекомендовала магнитное вот это вот взаимодействие мы поэтому и будем использовать неодимовые магниты почему потому что во первых это компактно это очень декоративно это нигде ничего не вываливается не отлипает не нужно шкрябать стенку чтобы примагнитить прилепить и во вторых или уже в скольких то там это дешево вообще друзья по поводу себестоимости вот этого нагревателя сама заглушка стоит рублей 10 шнур питания рублей за 50 можно собрать если отрезать вообще откуда-то бесплатно будет и фрагмент полосы рублей 56 стоит то есть без проблем все это можно заюзать но бутыль эпоксидного клея стоит 90 рублей но его хватит не на одну такую вот установку дальше я беру силиконовым герметиком заклеиваю стык провода и самого корпуса для того чтобы у меня эпоксидка никуда не вылилась и все заливаем шкрябаем немножко покрасили чтобы выглядело опрятно и прилично и получаем вот такой вот замечательный прекрасного вида пупырь который но реально по внешнему нет давайте не будем смотреть вниз потому что я немножко здесь накосячил и слишком близко к поверхности залил неодимовый магнит поэтому у меня получилось так что слишком много мне эпоксидного вот этого слоя снимать нельзя было поэтому такая некрасивая форма и конфигурация получилась но сверху сверху это очень добротный внешний вид друзья а еще и добавить простоту изготовления себестоимость всей вот этой установки и возможность крепить ее вообще абсолютно где даже не замачивая руки то есть вы сверху магнитом примагните ли ее на стенку и двигаете прямо в самые недра и и все и все друзья обязательно пишите в комментариях кто пользуется нагревателями какими то вообще а у кого есть необходимость в использовании на на каких-то грелок с вами был аквамэн увидимся очень скоро в новых видео всем пока пока друзья о Субтитры подогнал «Симон»